Приветствую вас, и начать свой ответ я бы хотел с того, что понятие нормы у каждого свое. То есть нету какой-то такой объективной, некой такой одной нормы, на которую бы равнялись все другие, скажем, люди. Особенно это касается тех историй, когда дело обстоит в контексте личных отношений, отношений вот как у вас, между вами и вашим партнерам. Здесь ни о какой норме речи в принципе идти не может, просто потому что, ну просто потому что так, просто потому что вот так. Нормы нет. Есть только вот то, что приемлемо для одного и то, что неприемлемо, например, для другого. Да, то есть вот то, что неприемлемо для вас, например, неприемлемо для него. И вы имеете полное право об этом молодому человеку в принципе сказать, и в этом нет ничего плохого. Вы можете ему сказать, вы можете до него донести, что вот вам не понравилось, и все. В этом контексте не очень понятно, почему вы молчите, то есть вы как бы отмечаете его поведение, но молчите. То есть не говорите о том, что вам не нравится, что вам там неприятно и так далее. Вот это вот на самом деле довольно странно, на самом деле, вот. Это довольно странно, потому что нужно говорить сразу, нужно сразу стараться доносить до человека то, что вам вот какие-то вещи могут, ну, быть не по душе, а не по душе. А то получается так, что вы вроде как молчите, вот, вам тут не нравится, вы молчите. А вы не думаете, что все хорошо, хорошо. Вот, соответственно, вот именно ваша страна, на мой взгляд, требует, ну, такого, знаете, более, более расширенного полкования, более расширенного понимания, да. Вот, и я рекомендую вам подумать об этом. Это первый и важный момент. Значит, второй важный момент заключается в том, что нужно стараться, по крайней мере, я не говорю прям вот, как-то обязательно, но стараться нужно, больше доверять себе к себе. То есть, вам, например, не нравится что-то, да, вам что-то не нравится. Значит, нужно доверять себе. Если вам не нравится, нужно об этом правильно говорить. То, что вы молчите, ну, довольно странно. То есть, если вы молчите, значит, вы что, получается, не доверяете себе. Почему вы не доверяете себе? Всем связано ваше недоверие. Себе есть, надо есть, и так далее. Это тоже, так может быть, довольно важный момент. На мой взгляд, да. Значит, далее. Нормально ли это или нет? Вы говорите, что парень ваш тихий и скромный. И на самом деле, при том, что он тихий и скромный, его поведение, оно в целом адекватно. Ну, адекватно для него, я поясню. Дело в том, что при внешней скромности, при внешнем уровне, скажем так, тишины, если можно так вот выраститься при внешнем уровне тишины. Парень ведет себя так же в виде, если иногда, так же вот спокойно, хорошо, но при этом кушает вас и уменьет пальцы, это говорит о скрытой агрессии. Это скрытая агрессия. Это подавляемая агрессия, скажем так. И если агрессия действительно подавляется, если агрессия действительно подавляется, то это, на мой взгляд, большая проблема для вас, потому что парень эту агрессию не проявляет, отчасти потому, что боится, возможно, вас как-то настроить против себя, но эта агрессия обязательно у него проявится. Рано или поздно, потому что она есть у него. Так, ну, наобределись, чем вызвана такая вот поведенческая модель именно у него. Так, просто спросите, почему ты меня кусаешь? Ну, в этом же нет ничего плохого, в этом нет ничего странного, в этом нет ничего ненормального. В том, что вы спросите его, зачем он вас укусит. И посмотрите, что он вам ответит. Вот, что ответит он вам, вы уже сможете это анализировать. А пока вы не знаете, как он объясняет хотя бы вот сам для себя свои действия, пока вы этого не знаете, ну, вам будет довольно сложно нас тут опираться. То есть опираетесь вы только на свои какие-то фильтры. При этом вы не знаете намерений человека. Вы видите только его поступки и не видите намерений. В стране психология, это называется классическая ошибка, значит, при движении, как бы, от конца к началу. То есть мы, как правило, видим лишь только конец действия. Мы видим только конец, как бы вот всей цепочки процессов, которые приводят к определенным результатам. Да, мы видим только результат, но мы не видим намерений. И вот это намерение, это желание нам нужно выяснить. Поэтому поговорите с ним, спросите ему о том, что вас вот ситуация не устраивает, что вы хотели бы, не хотели бы, чтобы это больше повторялось, например, да, или, допустим, спросите его, вот, например, ты меня укусил, да, допустим, зачем ты это здесь сделал, для чего ты это сделал. Да, вот, тоже такой вот важный, на мой взгляд, момент. И тогда вообще будет, как раз таки, понятно, что же, собственно, им движет. А пока мы можем только гадать, к сожалению, что и как там обстоят дела. Может быть, это ненормально, может быть, действительно, ага, действительно, это плохо, и вообще, это ужасно совершенно, что он кусается. А может быть, это проявление его страсти и сексуального вовлечения к вам. Вот. То есть вы поменьше отменьшаете для себя что-то и поменьше стараетесь все-таки именно выращать это. Не в себе все переснимать, да, а именно выращать. Выращаете то, что вы чувствуете при взаимодействии с другим человеком, потому что отношения строят двое. так получается, что вы вроде как с ним, вроде как вы отношения выстраиваете с ним, но при этом при этом при этом вы каждый на своей волне. И вот это вот не есть хорошо. Это вот не есть правильно. для отношения это очень-очень неплохо и стребозно. Я вот надеюсь, что вы меня в этом обязательно постараетесь услышать, ну потому что действительно без этого невозможно. Без этого нельзя построить нормальное отношение. к сожалению. Вот. Что вам я хотел бы сказать еще. Так же. Вот вы говорите вроде тихий и скромный. Ну, хорошо. Тихий и скромный, как вы сами относитесь к тому, что он тихий и скромный. То есть нравится ли вам это, не нравится ли вам это, соответствует ли вашему представлению поведение парня неким вашим идеалом или нет. Это вот тоже такой, на мой взгляд, важный вопрос, который вам нужно себе задать. Ну, опять же, просто потому что по-другому вам будет сложно. Иначе вам будет сложно. Иначе вам будет сложно. Да? Далее. Значит, правда приглашал домой, но я отказался. То есть вы говорите, как бы, что вот мой он тихий-тихий, да, но домой все-таки пригласили. И вы, как бы, сразу ну, как бы, преподносите это так, что это вот что-то негативное. приглашил домой, значит, сразу чего-то хотел, вот, а, соответственно, я не хотел, да, и вот это меня насторожило, насторожило, то, что он приглашил меня на даму. Но, опять же, откуда вы знаете, для чего он вас приглашал на даму? Может быть, человек просто время так проводил. То есть, если есть ли у вас основания прогресс, что приглашало вас домой, например, для интима. А, вот, ну, это тоже вопрос, да? Вот. Опрос, на мой взгляд, довольно-таки такой важный. Далее, вы пишете, что видели с ним раз шерсть по словам не руки. Такой прям анализ идет достаточно холодный. Все раз видели слова руки. Я спокойно отреагировал на показы и по-своему проявляю внимание. Вот вам не нужно было спокойно реагировать. вам нужно было проявлять либо симпатию к этому, то есть показывать, что вам нравится, либо симпатию, но не без различия в отношениях между людьми, без различия убивает отношения вообще любые. т.е. вот этот ваш анализ, которым вы пользуетесь при отношении данной, я понимаю, что 6 раз вы видели, это немного, но тем немедленно. Он не подходит. Нужно выражать свою тимпатию либо антипатию, потому что делает мужчина. Недавно при таком поцелуле он немного прикусил, я это отметил, ну вот опять вы это отметили, но подумал, что может случайно, ай, ныря, нужно сказать, ай, больно, что это типа того, это нормальная реакция, вы этого не сделаны, пропустили, оставили себе. Перезевание закрепилось, оно не выразилось должным образом, судьба пить, что уже второй раз было более сильно, и уже очевидно, что не случайно. Вам очевидно. Ага. Собъективное то есть зрение может быть и случайно, а может быть и нет. Знаете, но парень, он как подумал, он вас прикусил немного, вы промолчает, он подумал, мам, не может тебе нравится, дай я сделаю еще раз. То есть парень может быть не подозревает, что вам нравится, это вероятно в себе. Все отметалось, что он любит не больно посипывать мое предплечье, обнять руку и мять мне пальцы. Укусы мне очень не понравились, мне было неприятно, и еще мне кажется, что это ненормально. Ну, знаете, как бы все в месте, вот ошибывание, то, что он мял ваши пальцы, да, это наводит на мысли о том, что это ненормально, но знаете, это ваше субъективное восприятие и наше субъективное восприятие тоже. Поэтому нужно, чтобы вы нормально, спокойно обо всем с ним об этом поговорили и по его реакции и по дальнейшему поведению определили бы, норма это или нет. Правда ли? Значит, так, пожалуйста, ваше мнение. Права ли я? У нас нет никакой интимной близости. Ну, забавно, что вы написали про интимную близость, то есть вы о ней думаете сами. Вы о ней думаете и вы приписываете ее интимную близость с другим о том человеку. Как бы получается вот так. Ну, это не есть прям опять То есть его поведение может быть как-как нацелено на сутимную близость, а может быть нацелено на проявление к вам какой-то активности, какой-то симпатии, какого-то желания сблизиться. Понимаете? При интимной близости сказали вы. Именно вы подумали о ней, когда он вас пригласил домой. Именно вы, скорее всего, опасаетесь, что при интимной близости он будет груб, и так далее. При этом не знаю, почему он это делает. Я полагаю, что это довольно ограниченное восприятие человека. нужно с начала понять или хотя бы увидеть, как он объясняет свое поведение, чего он хочет, для чего. Нужно объективно прочувствовать его отношение к вам, помимо этого. Так, давай мы с ними. Узнать его поближе и так далее. Ну, пока, пока. Его действие напоминает подавленность. То есть, он подавляет свою активность, подавляет свои желания, подавляет свои влечения за тем, что он тихий и скромный. И подавление это проблема. Либо вы можете это раскрыть и что там будет неизвестно. Либо если вам кажется все это вообще ужасно, но что этого быть не должно, ну, вас никто не доставляет с ним встречаться, расставайтесь, не будьте вместе, но говорить о том, нормально это или нет, по одному вашему тексту, мне не представляется формально. Да, вместе это ненормально. То есть, ненормально, что он кушается, ненормально, что он манит вашу руку и почти по предплечье. Но опять же, все это пока довольно в рамках, кроме того, что он вас сильнее укусил. Но более сильный укус, это, как мне представляется, может быть нацелен на то, чтобы вызвать у вас какую-то реакцию, что вам не все равно на его так и внимательно. потому это то, что вы отмечаете два раза и еще отметила, как бы анализируете, может говорить о вашей холодности с ним. И это наставляет мужчину, может быть, прибегать к каким способам привлечь вашу внимание. Может быть. я думаю, что нужно больше времени, я думаю, что нужно более откровенно с ним разговаривать, я думаю, что вам нужно проявлять свои эмоции, свою реакцию более открыто, более вовремя. И там уже будет вид. Например, допустим, скушается, допустим, он действительно делает, а вот это ему нравится, да? Вот. Но это не делает человека самого по себе плохим. Если вы скажете ему, что вам нравится, если он вам не дорожит, то он не будет этого делать. Если нет, то если продолжит делать, значит, вы не так эмоциональны. И выводы уже нужно делать будет вам тогда. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! м м м Продолжение следует...